С подписания трехстороннего заявления прошло уже три года. Азербайджан отпраздновал третью годовщину победы в борьбе за восстановление территориальной целостности страны. С первого дня подписания упомянутого трехстороннего заявления армянская сторона не выполнила многие положения заявления, несмотря на то, что азербайджанская сторона предпринимает практические шаги в направлении продвижения мирного соглашения. Тема продолжим с Михаилом Нижмаковым, политологом, ведущим аналитиком политических и экономических коммуникаций. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Михаил, все-таки как вы считаете, вот с подписания трехсторонних заявлений уже три года прошло, но почему-то вот армянская сторона затягивает процесс именно согласования текста? Да, ну если мы говорим именно о разблокировании коммуникаций между западными районами Азербайджана и Новчеваном через территорию Армении, конечно же, один из основных пунктов, точнее говоря, один из основных, ко мне предкновений, будем так говорить, это действительно поддержание безопасности на этом маршруте, потому что очевидно, что учитывая, в общем-то, сохраняющиеся очень серьезные взаимные недоверия между, так сказать, в том числе и гражданами Армении и Азербайджана, естественно, те азербайджанские граждане, которые стали бы осуществлять какие-то поездки через эту территорию, через этот маршрут по территории Армении, конечно, чувствовали бы себя не вполне в безопасности, то есть нужна некая сила, которая будет гарантировать и решать такие вопросы безопасности. Сейчас мы видим, как разворачиваются разные подходы к трактовкам девятого пункта трехстороннего заявления. Действительно, наиболее известное положение этого пункта говорит о том, что контроль над транспортным сообщением осуществляют российские пограничники на этом маршруте, но при этом там содержится также фраза, тезис о том, что гарантирует безопасность такого транспортного сообщения Республика Армения. До сих пор, как правило, в экспертной в общем-то среде эти положения понимались таким образом, что российские пограничники непосредственно на маршруте осуществляют некое патрулирование этого маршрута, которые решают какие-то вопросы безопасности, инциденты, которые там возникают, а Армения гарантирует, да, дает некие общие гарантии, создает условия в принципе для функционирования данного маршрута, в том числе по вопросам безопасности. Сейчас мы видим, что многие СМИ в Армении дают иную трактовку, например, в таком варианте, что поддержание безопасности на этом маршруте должно относиться прерогативам все-таки неких армянских силовых структур, да, вот мы можем вспомнить, что Никол Пашинян не так давно, да, по его решению создавал специальное подразделение внутри силовых структур Армении, которые должны контролировать такую безопасность на этих региональных международных маршрутах, которые через Армению проходят. Российская сторона осуществляет в таком случае некий, да, не некий общий контроль уже за деятельностью армянских силовиков. На практике мы действительно видим, что это не единственный пункт того трехстороннего заявления, который может при желании давать поводы для разных трактовок, но если мы увидим, да, если, так сказать, в данном случае Ириван будет настаивать на том, что именно армянские силовые подразделения целиком осуществляют, да, некие функции безопасности на маршруте, который будет проходить через Армению в рамках разблокирования коммуникаций, то, конечно же, скажем так, недоверие и опасение по поводу своей безопасности со стороны граждан Азербайджана, которые могли бы воспользоваться таким маршрутом, когда он заработает, ну, были бы все-таки несколько выше, да, в данном случае, опять же, не некая претензия, да, какая-то жесткая к армянской стороне, а просто, да, констатирование факта, да, учитывая, насколько длительной была напряженность все это время между Арменией и Азербайджаном. Поэтому сейчас, во-первых, мы, скорее всего, увидим некое, да, некое затягивание переговоров по открытию такого маршрута, то есть именно вот в этот вопрос обеспечения безопасности такие переговоры вновь будут упираться, и в данном случае для Еревана, который дает именно такую трактовку трехсторонним заявлению, да, новую по сравнению с тем, что многие предполагали, когда трехстороннее заявление подписывалось, это, с одной стороны, элемент торга с Баку, а с другой стороны, элемент торга, конечно, политического с Москвой, поскольку сейчас отношения Москва-Ереван, да, и это ни для кого не секрет, являются крайне сложными. Да, действительно, отношения, конечно, ухудшились в последнее время, и даже взаимные такие упреки какие-то, да, обвинения участились. Вот, как вы считаете, все-таки сохранила ли Москва вот какие-то действительные рычаги влияния на Армению, которые бы способствовали разблокированию транспортных коммуникаций региона? Ну, рычаги влияния остаются, да, мы можем вспомнить и роль российских корпораций в экономике Армении, например. Другое дело, что любые переговоры между Москвой и Ереваном сейчас будут явно сложными, то есть мы видим обмен довольно холодными репликами между официальными лицами из Москвы и Еревана, и здесь можно вспомнить, да, вот такую заочную полемику, в том числе между официальным представителем МИД России и Марией Захаровой и, да, целым рядом фигур в Армении, которые ее высказывания в данном случае парировали, да, можно вспомнить заявление того же Лена Симоняна, да, с Питера, парламента Армении. Поэтому мы вряд ли увидим какой-то быстрый результат по вопросу о разблокировании коммуникации, то есть скорее это будут очень-таки сложные, да, в значительной степени непубличные переговоры, которые будут вовлечены как, да, собственно говоря, представители Баку, Москвы и Еревана, так, видимо, и представители Анкары, поскольку ведь и о, да, неком разблокировании коммуникации с Анкарой тоже вопрос рассматривается, обсуждается и, в принципе, продление того маршрута, который будет проходить, да, в соответствии с трехсторонним заявлением, может проходить через Армению между западными районами Азербайджана и Нахчеваном, он также может быть и, да, продлен, так сказать, в сторону Турции, да, и мы помним, что необходимая инфраструктура, в данном случае и в Нахчеване, и с турецкой стороны, все это время возводилась, и были, так сказать, необходимые проекты по дальнейшему ее развитию, поэтому, опять же, повторюсь, что это вопрос сложных переговоров, где, так сказать, кроме, собственно говоря, региональных участников, да, этого переговорного процесса Баку и Еревана, также Россия и Турция будут играть заметную роль. — Михаил, вот если все-таки вот вопрос с разблокировкой, да, коммуникация разрешится, все-таки какие доводы останутся у Армении для того, чтобы и дальше саботировать подписание мирного соглашения? — Ну, мирное соглашение, да, можно соотнести, в том числе с вопросами делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией, вполне возможно, что Ереван здесь упомянет и об этом факторе, да, поскольку здесь, в принципе, мы помним по опыту многих других стран, что вопрос о делимитации границы могут, да, переговоры об этом могут вестись годами. Кроме того, сам по себе вопрос о разблокировании коммуникации, да, как я уже говорил, это вопрос сложный, который тоже может затягиваться очень серьезно. Но при этом стоит отметить, что, в общем-то, в объективных интересах Армении все-таки существование такого мирного соглашения, поскольку мы увидели сейчас, что оборонный потенциал Армении в данный момент, ну, скажем так, не является, не находится на пите своей силы, да, это признается и многими экспертами, политиками внутри самой Армении, поэтому некая, так сказать, не эти шаги, которые могли бы снизить напряженность между Баку и Ереваном, это шаги в интересах, в том числе и Еревана также, и в интересах Никола Пашиняна, поскольку любая серьезная напряженность, в том числе приграничная, будет означать и дестабилизацию, дестабилизацию, по крайней мере, риски внутриполитической дестабилизации внутри Армении. Понятно, что Никол Пашинян, да, на его глазах, как премьера, прошло несколько таких кризисов, приграничных и серьезных эскалациях, власть он удержал, но, тем не менее, да, это все равно внутриполитический вызов для него, поэтому некие мотивы для того, чтобы все-таки мирное соглашение появилось, у Еревана также присутствуют, в том числе объективные интересы Еревана, но, с другой стороны, понятно, что это все равно предмет сложных переговоров, где каждая страна будет оставить свои позиции. Спасибо большое за ваш комментарий. Михаил Нижмаков, политолог, ведущий аналитик политических и экономических коммуникаций, отвечал на наши вопросы. Спасибо.